Девочки, мальчики, всем большой привет! Добро пожаловать на канал Иринка Миски. Сегодня у меня будут пустые баночки выходить за лицом. Если, конечно же, вам интересно узнать, что это были за пустые баночки, конечно же, я вас приглашаю к просмотру и приступим. Первое, что я хочу сегодня вам показать, это будет, наверное, у меня та-та-та-та. А давайте начнем с моей любви, с которой у меня закончилась и от которой я и устала, и, не знаю, знаете, девочки, думаю, что себе сейчас купить. На самом деле, вот эта вот мицеллярная вода от Гарниер, ее здесь у меня было аж 700 мл, я ее использовала, что говорится, и в хвост, и в гриву. Я ей очищала лицо и утром, и вечером, и макияж, и перед тем, как просто начинать умываться, я ей пользовалась. Могу сказать, что она очень деликатно и мягко очищает, замечательно растворяет макияж, очень мне все в ней нравится, но я очень устала от самой вот этой бутылочки, мне что-то безумно хочется попробовать другое. Я уже пыталась себе что-то подобрать другое, но пока все результаты счетны. Что могу сказать? Эта мицеллярная вода, она рассчитана у нас для всех типов кожи и даже для чувствительной. Еще раз говорю, замечательно растворяет макияж, водостойкий макияж, она как бы, ну, я, к сожалению, ей не пробовала именно вот водостойкий макияж смывать, но неплохо так, даже те карандашики, которые у меня стойкие, она неплохо смывает. 700 мл мне хватило аж на полгода. А дужки, по-моему, у нее никакой нет. Мицеллярная вода, которая, в принципе, мне нравится уже на протяжении долгого времени. И, ну, конечно, это дудки, то, что она не требует смывания, любую мицеллярную воду, девочки, обязательно нужно смывать, потому что все-таки это средство для демакияжа лица от косметики. Следующее, что я хочу вам показать, это будут скрабы. Первый скрабик, это скраб для лица яблочный, от 100 рецептов красоты, бережно очищает, тонизирует, увлажняет, содержит зеленое яблоко, миндальный орех и сливки. Это такой, знаете, очень, 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 очень вкусно пахнущий какими-то карамельками, пахнущий чупа-чупсом с яблоком, скраб, который с мелкими, мелкими частичками в каком-то креме. Как он очищает? Я его использовала пару раз на лицо, мне не понравилось. Он подпортил мне микрорельеф кожи, у меня появились какие-то такие, знаете, мелкие высыпания на коже. Я его просто стала использовать на зону декольте шеи и кожу рук. Там он у меня справлялся удачно, хорошо, очень деликатно очищал, в принципе, было неплохо. На лицо я посоветовать его точно не могу. Такой, знаете, как бы скраб для кожи, которая совершенно неприхотливая, которая не реагирует на какие-то компоненты. Но сказать, что он как-то, вау, очистит кожу именно лица от черных точек, мне кажется, ну, это слишком громко сказано. Так, для ежедневного использования, для того, чтобы просто убирать ороговевшие клетки кожи, в принципе, можно использовать. Полировать неплохо будет кожа, но вот именно вычищать черные точки вряд ли он с этим справится. Хотя состав, как мне казалось, он тут очень даже неплохой. Ну, как-то что-то мне с ним не получилось дружиться и для лица его использовать. Дальше больше я его точно не куплю, как-то больше не хочется им пользоваться. Следующее средство, которое я использовала в большей степени для зоны декольте, это гаммаж от Ифрашен. Девочки, какой у него приятный аромат. Он такой какой-то сладенький, вкусный, какой-то, знаете, фруктовый, что-то в нем такие какие-то нотки. Персиковые, абрикосовые вот эти частички, которых, и не сказать, что их мало, и не сказать, что их много. Их ровно то количество, которого вам хватит, чтобы поскрабировать вашу кожу. Я использовала его тоже на зону декольте, очищала им плечики, им чистила. Хватит 75 мл. Мне его хватило на достаточно долгое время, потому что как-то мне его хватало. Использовала я его практически через каждые 2 дня. Его нужно совсем немножко именно для этой зоны. Тут написано то, что это гаммаж для тела. Но 75 мл для моего тела, это, знаете, на 2 раза просто использование. Поэтому использовала я его экономично на эту зону. Не вызвал ничего, никаких повреждений кожи он не сделал. Не было никакой аллергической реакции, несмотря на то, что это растительная косметика. Очень-очень неплохо справляется. После него хорошо наносить какие-то маски, просто делать какие-то увлажняющие крема. Наносить, чтобы кожа намного быстрее его впитывала. В принципе, очень понравилось. Еще раз говорю, меня принял его аромат. Очень сильно понравился. Ядушкой замечательно очищал кожу. Следующее, что у меня закончилось, тоже маска. У меня как-то, знаете, много масок в этот раз закончилось. Это маска от VELENTA SKET PERFECTIONAL. Очищающая маска с белой глиной и успокаивающим фитокомплексом эффект мат. Это вот в те дни, когда я хотела максимально очистить свою кожу. Когда мне хотелось, чтобы она была матовая. Когда мне казалось, что она какая-то стала жирненькая, именно Т-зона. Я ее наносила. Но что могу сказать? 100% очистить черные точки она, конечно, не очистила. Как-то супер-пупер сузить поры. На моем лице после использования антибиотиков, когда я вам уже говорила, что у меня поры просто какие-то с кожей, творилось не понять что. Поры расширились, появились черные точки. Микрорельеф у меня появились какие-то мелкие прыщички. Кожа тусклая, непонятная. Они стали появляться, у меня в этом году очень много веснушек появилось. И поэтому для меня глины, это прям актуальная вещь, потому что они еще чуть-чуть убирают всякие, знаете, там веснушки осветляют. Но что могу сказать? В принципе, это, вот эта именно маска, она делала то, что просто кожа была матовой. То есть выработка Себиума, она становилась как-то минимальная. Жира была меньше на коже. После нее, знаете, ощущение чистоты было. Но это, знаете, эта маска такая вот на 3 с плюсом, на 4 с минусом. У кого жирная кожа, и вы хотите, чтобы ваша кожа была матовая, купите вот эту вот маску за 170-150 рублей. Используйте ее каждое утро перед тем, как наносить макияж. У вас кожа будет весь день матовая. Реально вам говорю, мне понравилась эта маска в плане матовости. А в плане очищения мне не хватило. У нее душка такая идет ментоловая какая-то. Она голубого цвета. У меня даже есть отдельный обзор на эти маски. Ссылочку, конечно, оставлю вам здесь. Пахнет она, так знаете, специфически, интересно косметически, могу вам так сказать. Но цена, качество, как вы видите, я ее использовала до конца. Поэтому это уже о чем-то говорит. В плане, еще раз говорю, у кого жирная кожа, присмотритесь вот к этой вот вещи. Она вам добавит матовости. Она будет просто срегулировать ваши кожные выработки сау. Следующее, что я хочу показать. Это будет у меня тканевая маска. Первая маска, это вот такая. И что я могу сказать. Это маска, которая содержит экстракт листьев боросмы, геля, алоэ, вера, депантенол. Против раздражения она идет у нас, да, антигистаминной. То есть она не вызывает аллергии маска, которая для проблемной кожи. Что могу сказать. Эффект от маски мне очень понравился. Я хочу купить целый курс этих масок и их просто проделать. Но вот что касаемо вот этого вот аромата от этой маски, девочки, ну настолько он навязчивый, настолько он какой-то слишком сладкий. Но производитель, он как-то вот лишканул с ароматом и с ней 20 минут просто пролежать невозможно. Я кое-как 15 минут пролежала и бегом ее смыла. Ее нужно после использования смывать с кожи лица. Кожа будет, знаете, я что заметила, воспаления, которые были на коже, они подугасли. Поэтому я хочу ими попробовать и пройти полностью курс, чтобы все воспаления, которые у меня есть, может быть они уйдут и они просто стихнут. Сейчас вам покажу эту просто мега огромную маску. Не знаю, я бы показывала вам видео в инстаграм или не показывала. Но это слабонервом не смотреть. Я даже не знаю, на какое лицо разработана эта маска, придумала. Но посмотрите, ну это жесть. Ну вот видите, да? Вот мое лицо, собственно, а вот эта маска. Но это, наверное, на коня, да. На огромных людей, людей, великанов, каких-то орков придумана эта маска. Ну, прям она очень-очень большая какая-то. Ее очень много. Для больших щекастых людей, мне кажется, она будет отлично как-то вот. Вообще результат, если убрать вообще само полотно маски, эффект от маски мне понравился. Если у вас в вашем городе присутствует магазин, точнее аптека Апрель, присмотритесь, они продаются там. Вот такие вот масочки, девчонки, сумасшедшие классные, мне понравилось. Но запах, я надеюсь, производитель, он когда-нибудь посмотрит, может быть, данное видео. И он услышит меня, что я хотела сказать, и он сделает одушку намного приятнее. Следующее, что я вам хочу показать, это вот такие вот от Skin Light отшелушивающая подушка для глубокого очищения кожи. Это выглядит подушечка вот так. Вот она непотребного вида. И могу сказать, что, девочки, вот это вот я протерла лицо мицеллярной водой, вот это вот, и потом лицо подсохло, и я решила пройтись подушечкой. Результат вы сами видите. Подушечка вся грязная, и я считаю, что данные подушечки, они работают. Очень понравилось, могу сказать, не было после нее никаких высыпаний, раздражений, шелушений, вообще ничего не было. Хорошо очистила. Попробую я их еще, конечно же попробую. Мне вот эта вот сторона, которая именно для очищения пор, очень-очень-очень понравилась. Смело могу посоветовать вот эти вот очищающие подушечки от Skin Light. Следующее, что я хочу показать, у меня закончилась вот эта вот маска от Orchia. Мне нравится, как она работает именно в плане, сейчас вам скажу чего, в плане успокаивания кожи каких-либо воспалений. Мне понравилось, как она работает, полотно ее вот такое, вот оно, оно идет маленькое. Вот для меня оно маленькое, оно идет вот так вот как-то, да, вот оно, оно идет маленькое, но здесь мне нравится плюс в том, что вот эту маску можно наносить даже на ваши глазки, то есть как бы секрет улитки он никогда не помешает, и она замечательно, неплохо увлажняет, могу сказать, снимает воспаление и немножечко подтягивает кожу. Но ее нужно, мне кажется, использовать прям курсами, прям надо пользоваться целой серией, чтобы прочувствовать весь результат. Как вы знаете, я купила себе дополнительно еще целую упаковку этих масок и сыворотку, скоро буду пользоваться, естественно, уже более полноценно, могу сказать. И так, в принципе, неплохие маски, но цена в 300 рублей, мне кажется, это прям мега как-то дорого за нее. Ну, как-то затканиваю маску 300 рублей, но я вас умоляю. Следующее средство, которое меня очень сильно удивило, очень сильно впечатлило, это Дизао Натурал. Ну, я помешана просто на секретах улитки, и я, наверное, все маски, которые буду встречать с секретом улитки, я буду скупать. Очень понравилось, как оно увлажняет, после нее кожа подтянутая, увлажненная, на какая-то напитанная, она такая свежая, утром с утра вот такая отдохнувшая. Здесь эта маска, она рассчитана не только на лицо, она рассчитана еще на вашу зону декольте, это вот такое вот полотно. Замечательно, она просто на все лицо ваше, и даже с лихвой там все захватит, мне кажется, там можно волосы еще на затылке завязать, данную маску, и вот, в общем, вот такая вот штучка, которая идет у нас от Дизао. Кстати, приятный и навязчивый аромат, хорошо, еще раз говорю, увлажняет, стоит она что-то в пределах, по-моему, 80-90 рублей. Еще раз говорю, то, что это вот моя хотелочка, я куплю, наверное, курсом и всех использую. После использования данную масочку тоже надо смывать. Результат мне очень понравился, она говорит о том, что она увлажняет и разглаживает, делает регенерацию кожи, антивозрастные, убирает пигментные пятна. С одного раза я этого не поняла, я только почувствовала очень классное увлажнение кожи, очень классно, девочки. Особенно сейчас, летом, мне кажется, вот такие вот штучки, маски тканевые, это просто наше спасение, да и всегда такие вот масочки должны быть у вас в загашнике для того, чтобы в какой-то момент просто себя побаловать. Очень-очень понравилось, что это вот масочка от Дизао. Вот так вот, следующее, что я хочу показать, и я добила, это у меня от Skinlight успокаивающая, питающая, а, это разогревающая была маска. В общем, у меня оставалась сошетка ни два, ни полтора, я уже не писала по своему инстаграм, я уже даже как-то рассказывала в пустых баночках. Но не впечатлила, не почувствовала я какого-то супер-пупер-разогревания, супер-открытия опоры для того, чтобы все потом вычистилось. Такая посредственная масочка, которая на моей коже сработала никак, ну, как-то вот так вот. Следующее, что я хочу показать, это были пробнички, Юпаркинзо мужской парфюм и аромат от Ифраше Сурвитивер, не знаю, я не умею читать на французском. Вот этот аромат мне понравился, точнее моему супругу этот аромат понравился, а этот нет, с кинзо как-то у меня вообще не получается. А вот этот аромат, это, конечно, очень-очень хороший, приятный, мягкий мужской аромат. Следующее, что я хочу показать, что у меня закончилось, это была моя супер-любимая Hissiak Mat увлажняющая матирующая эмульсия. В те дни, когда у меня кожа, когда не сильно жарко на улице, можно использовать вот эту увлажняющую эмульсию, можно использовать вечером. Неплохая вещь, которая мне очень сильно нравится и которую я куплю себе еще. Единственный крем, который сывороткой, не знаю, ну эмульсия, да, которая никак не портит мой микрорельеф кожи, кожа себя с ней чувствует очень хорошо. Единственное, что очень быстро расходуется, его хватает буквально на пару месяцев, тут 40 мл. Как я ее люблю, вы видите. У меня даже есть отдельный пост, вот здесь не пост, а отдельное видео, посвященное данной эмульсии. Конечно же, по возможности оставлю ссылку на эту эмульсию, чтобы вы подробно о ней послушали. Очередная закончилась, очень сильно нежно люблю косметику RIAGE. Следующее, что у меня закончилось, и я еще раз куплю, это клиник All About Yes Rich. Это крем, который закончился полностью, очень быстро расходуется, могу вам сказать, и он неплохо увлажняет кожу. Кто 20, кому 25 лет, и у кого кожа вокруг глаз, она сухая, и очень сильно сухая, и очень сильно тонкая, присмотритесь к данному кремушку, думаю, вам тоже понравится. Есть у них более мягкая версия All About Yes, вот это All About Yes Rich, он более питательный All About Yes, он просто какой-то увлажняющий крем. Ну вот это All About Yes, мне очень сильно понравился, еще раз говорю, обязательно себе его куплю, но цена у него очень сильно кусающаяся, поэтому пока он у меня стоит в хотелках. Но крем очень достойный, здесь его 15 мл, хорошо распределяется, не оставляет никакой пленки, замечательно, после него использовать можно, мне кажется, любой макияж. Увлажения хватает абсолютно на весь день, вот такой вот крем, чтобы могу смело порекомендовать. Закончилось еще, я уже воспользовалась, пост скоро будет у меня в инстаграм, об этой альгинатной маске. Альгинатная маска, которая очень сильно понравилась мне своим ароматом и после использования. Это альгинатная маска от Evo Esthetic, она идет у нас на основе морских водорослей, для любого типа кожи, улучшает цвет лица, увлажняет лифтинг эффекта. Активные ингредиенты это, естественно, ламинария, экстракт, черная смородина, витамин С. Могу сказать одно, то что первый блин был комом у меня после использования данной альгинатной маски, второй раз я ее на два раза использовала, потому что мне нужно было только вот на зону лица, так скажем, ее очень понравилось, девочки. Могу сказать то, что неплохая такая маска в 150 рублей на два раза, по 75 рублей, очень получается экономично. После нее отдохнувший такой какой-то цвет лица, какая-то более, знаете, свежая. Я это делала вечером, утром просыпалась, не было никаких оттеков, никаких забитых пор, очень понравилось. Я хочу скупить их все, девочки, если честно, и пользоваться ими постоянно. Почему я раньше не воспользовалась альгинатными масками, до сих пор не знаю. Легко можно научиться делать это все дома, распределять под любую сыворотку, под какой-то ваш крем. Просто нанести крем и сделать маску, будет намного лучше впитываться. Очень-очень мне понравилась данная альгинатная маска, смело могу рекомендовать. Она такого интересного черничного какого-то, такого цвета, смородины, такой, знаете, она феолетового цвета. Классная маска, очень приятно пахнет, хорошо увлажняет кожу, очень-очень понравилась. Так что смело могу вам порекомендовать вам вот эти вот масочки от Ева Эстетик. Закончилась у меня тушь, одна декоративная вещь у меня в этих пустых баночках. Тушь от Гурмандис. Я уже много раз о ней говорила, мне кажется. Здесь идет обычная такая щеточка. Здесь у меня ее туши очень много. Вот эта вот тушь у меня пришла в негодность через где-то, наверное, месяца полтора, даже меньше, девочки, могу сказать. Просто стала она очень сильно сухая и ложится комками. Я ее пыталась даже разводить водичкой, но как-то что-то у меня не получилось, поэтому я ее выбрасываю. Что могу сказать об этой туши? Эта тушь даст на ваших ресницах как натуральный эффект, просто такие, знаете, пышных ресничек на каждый день. С ней можно добиться реально хорошего вечернего макияжа. Реснички будут такие удлиненные, они такие будут пушистые. Если у вас свои хорошие реснички, вот эта тушь тоже будет очень хорошо на ваших глазах смотреться. Если у вас реснички, которые капризные, у меня они очень капризные. С ней тоже можно добиться результата того, что они у вас будут как у куколки. Очень сильно мне нравится насыщенность цвета этой туши. Она действительно угольно-черная такая. Она дает четкое очертание вашему ресничному краю. Хорошо прочесывает щеточка данной ресничкой, несмотря на то, что она идет из натурального борса. В общем, очень сильно мне нравится тушь. У меня, по-моему, даже еще есть одна такая тушь дома. Смело могу порекомендовать, у кого есть магазин Ревгош, присмотритесь вот к этим малюткам. Они стоят, по-моему, 170 рублей. И ее в идеале хватает на 2-3 месяца, девочки. Хорошая тушь, которая не осыпается, не отпечатывается, хорошо ложится, хорошо наслаивается. И не вызывает никакого раздражения слизистой, даже если вы случайно попадете тушью в глаз. Очень понравилось. И здесь написано то, что использовано из итальянского сырья. Так что как-то фатварь. Ну все, девочки, это были все мои пустые баночки, которые касаемо ухода за лицом. Если вам понравилось данное видео, конечно же, поддержите меня пальчиком вверх. Сегодня это мое третье видео, которое я снимаю, и я порядком устала. Но, надеюсь, все равно на одном дыхании вам все рассказала, показала. Если вам чем-то бы пользовались, пишите в комментариях. Мне очень интересно будет узнать ваше мнение. Если вы зашли ко мне впервые, вам понравилось, подписывайтесь на мой канал. Я буду рада новым подписчикам. Если вы на меня подписаны, и вам не приходят уведомления, конечно же, кликайте на колокольчик, и вы будете в курсе событий того, что происходит у меня на канале. А мы с вами увидимся в скором будущем новом видео. Желаю вам хорошего отдыха, если вы сейчас в отпуске. Желаю вам хорошего настроения. Берегите себя и своих близких. С вами была ваша Ирина. Увидимся в скором будущем новом видео. Всем пока-пока!